Уважаемые зрители, наконец подходит к концу 2020 год. Каждый год мы слышим с экранов одну и ту же фразу, но в этом году ее можно использовать ни в чем себе не отказывая. Этот год был тяжелым. Этот год обнажил многое. Этот год нас многому научил. Он осветил нашу жизнь с разных сторон. Но было бы неправильно сейчас, когда многие ожидают перемен к лучшему. Почему? Вспоминать только плохое. Но было бы неправильно и ожидать. В этом мире ничего не дается просто так. Будь то хорошее или плохое. На долю многих людей в этом году выпали большие испытания. Но испытание – это всегда возможность для развития. Теряя что-то, мы всегда должны осознавать, так ли оно нам нужно. А если нужно, то так ли мы крепко его держали, чтобы позволить ему скользнуть из наших рук. Конечно, можно сказать, что мне легко только говорить, а не проживать эти лишения. Но сильно ли сложнее, сложа руки, пенять на судьбу? Сложно не согласиться, что уходящий год был уникальным. Люди с богатой фантазией наконец-то смогли насладиться возможностью пожить в постапокалипсисе, когда, выходя на улицу без маски и не опасаясь других людей, можно превратиться из достойного гражданина сорокового уровня в заразного диссидента первого. Более приземленные искали возможность выжить, сохранить свое дело, свою работу, свою семью. Кто-то благодаря этому нашел новые пути в бизнесе. Кто-то, наконец, нашел себе силы и порвал со старыми проблемами. Ведь что терять, если нечего терять? Но как бы плохо не было человеку, он должен всегда помнить, что он в первую очередь человек. Уже потом он ответственный гражданин, страж порядка, бред с коррупцией или даже я. Меньше спеси, меньше злобы по отношению к тем, кто рядом. Какими бузами вы не были связаны, пусть хоть даже никакими. Все мы когда-то были равными людьми. Для моего канала этот год был самым успешным. Может быть, благодаря эпидемии, а может и благодаря упорному труду. Но он бы точно не был таким без вас, уважаемые зрители. В новом году я желаю, чтобы у вас было достаточно сил, чтобы преодолеть любые трудности. Достаточно терпения, чтобы быть снисходительнее к другим людям. Достаточно упорства, чтобы досматривать до конца мои 40-минутные ролики. Новый год уже стучится в двери. Так не будем заставлять его ждать. С праздником вас! С новым 2021 годом! Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова